Северо-запад Германии, Вестпалия, 1939 год. 13 человек собрались в баронском зале замка Вевельсбург. Они одинаково одеты. У каждого ритуальный кинжал. Каждый носит серебряное кольцо с печатью. Торжественно занимают они свои места за огромным дубовым столом, напоминающим круглый стол легендарного короля Артура. 13 занимают свои места и начинают медитировать под руководством великого магистра. Магистром ордена, проводившего таинственные обряды в замке Вевельсбург, был никто иной, как рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Один из самых мрачных и загадочных персонажей фашистской Германии. Нацистский идеолог Альфред Розенбург вспоминал, мне ни разу не удалось поймать взгляд Гиммлера. Его глаза вечно пегали и моргали, скрываясь за стеклами пенсны. По мнению генерал-полковника танковых войск Будериана, рейхсфюрер СС был вообще каким-то потусторонним явлением. Личный адъютант Гитлера Фридрих Хосбах называл Гиммлера злым духом фюрера. А некоторые были убеждены, что Гиммлер вообще не человек. В мае 1945 года Гиммлер даже не пытается бежать из страны. Подчиненные ему спецслужбы имеют и тайные убежища, и окна на границах, и даже подводные лодки, способные доставить его хоть в Антарктиду. Но Гиммлер об этом, кажется, и не думает. Переодевшись в Гражданское, он в сопровождении нескольких телохранителей совершает непонятные передвижения по Германии. Некоторые исследователи считают, что рейхсфюрер СС направляется к месту захоронения древнегерманского короля Генриха Птицелова. Ведь Гиммлер считал себя реинкарнацией легендарного монарха. И в день рождения короля 2 июня он собирался появиться на священной для него могиле. Здесь должно было свершиться спасительное чудо. Он любил действительно оставаться на могиле короля Генриха Птицелова один. Ну, медитировал, скажем так, на этой могиле. И утверждал, что действительно король являлся к нему и давал ему некие ценные указания. Возможно, действительно, было какое-то такое обманное откровение Гиммлеру. Поэтому он никуда не побежал, поэтому он не стал прятаться. Он, видимо, ждал чего-то для себя. Может быть, он вообще ждал, что он станет послевоенным диктатором Германии. Несомненно, каждый национал-социалист рано или поздно должен прийти к соглашению с так называемыми «окультными силами». Газета «Рейхсфан», 30 августа 1937 года. Так считал и начинающий фашист Гиммлер. Как и другие нацисты, он был убежден, что за тысячи лет до Древнего Египта на Земле существовала цивилизация совершенных полубогов-полулюдей – арийцев. Необыкновенные существа и непобедимые войны. Они обладали тайными знаниями и способностью управлять природными процессами. Из-за всемирного потопа эта нордическая раса покинула свою страну и нашла спасение на крыше мира – в Гималаях, в Тибете. Свои тайные знания арии передали избранным потомкам. Эту теорию выдвинула в XIX веке известный русский теософ Елена Блавацкая. В Германии у нее нашлось немало последователей, которые развивали идею анаргической раси. Ее потомками считали древних германцев. Подтверждение этому якобы находили в археологии, в легендах о языческом прошлом Германии. Но чаще всего в неких откровениях, переживаемых оккультистами. Мистические откровения говорили о том, что все великие достижения человечества созданы теми, в чьих жилах текла нордическая кровь. Падение великих цивилизаций объясняли загрязнением нордической крови из-за смешения арицев с низшими расами. В 1919 году Германия, потерпевшая сокрушительное поражение в Первой мировой войне, погружается в омуты революций и междоусобиц. В Баварии власть в руках у коммунистического правительства. Сопротивление коммунистам организует барон фон Зеботенторф, руководитель общества Туле. Это название означает мифическую северную землю, на которой обитали арицы. Германский дух, считали в Туле, передается через тайные послания древних – руны. Враг германской культуры – нация без корней – евреи. Бонзе Ботенторф говорил, я посылаю Туле в битву. Мы – германский орден, наш бог Варфаттер. Его руна – арм. Это руна огня, руна восходящего солнца. Отцы-основатели Туле сразу сделали ставку на активную политическую деятельность. Они заставили две маленьких партии объединиться под шапкой НСДАП. И с самого начала все свои тайные знания, все свои мистические учения пытались обречь в форму пропаганды. Вот этим они сразу вычленились. Это очень активная, боевая, не сакральная, тайная, но очень боевая организация. Под крылом Туле начала свою деятельность национал-социалистическая рабочая партия Германии во главе с Адольфом Гитлером. Много лет спустя Генрих Гиммлер скажет о Гитлере. Он возник из полного отчаяния, когда германский народ зашел в тупик. Он знал, о чем говорил. В эпоху крушения духовных идеалов германское общество ждало мессию, ждало восхода своего солнца. И дождалось его. И солнце взошло. Черное солнце. Но то, с каким восторгом принял немецкий народ Гитлера и его новую идеологию, невозможно объяснить только рациональными причинами. Это была явно мистическая сила. Она увлекла за собой и молодого Генриха Гиммлера. Он родился 7 октября 1900 года. Отец Гиммлера был учителем. Молодые годы Генрих провел в маленьком баварском городке Ланцхуте, где его отец служил директором местной школы. Гиммлер старший был суровым и властным человеком. Он исповедовал католицизм и воспитывал детей в духе строгого соблюдения религиозных норм. Отец заставлял Генриха ежедневно вести дневник, в котором его сын описывал свои поступки и мысли. В семье Гиммлеров много читали. Любимыми книгами были сказания и легенды о древних германских королях, рыцарях, о подвигах немецких воинов. Целым направлением было так называемое фиолькиш, ну некое такое народничество, мистическое, возвращение к своим древним арийским мистическим корням. Гиммлер был подвержен всему этому. И следы вот этих его юношеских увлечений, этой мистикой мы видим в течение всей его жизни. Более того, эти его юношеские, детские интересы потом материализовались в глобальные, грандиозные проекты, когда уже в его руках была огромная структура под названием СС, Орден СС. Генрих был мечтательным ребенком. Его дневник полон красивых, высоких слов. Главные вехи на пути человека к свободе – подборность, прилежание, честность, воздержание, самопожертвование, дисциплина и любовь к родине. Этот лозунг по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера позднее вывешивали в концентрационных лагерях. Когда кончилась Первая мировая война, Гиммлер записался в добровольческий корпус, в котором собрались бывшие солдаты побежденного вермахта. Озлобленные поражением в войне, они считают, что Германии нанесли удар в спину антинациональные силы внутри страны – евреи, коммунисты. Не нюхавшему пороха Генриху льстит их дружба, он разделяет их взгляды. Гиммлер, он очень комплексовал, что не смог повоевать в Первую мировую войну. Это нужно было компенсировать как-то, какое-то боевое крещение. Какое-то боевое крещение. Потому что кто такой Гитлер? Железный крест, герой войны, раненый, отравленный газами. Еринка, Лютч Касс, еще из легендарной группы Рихтгофена, да, возглавил ее после гибели Красного Барона. Это величина, это харизматические личности. Хочется как-то соответствовать этому, подтянуться. Из-за этого, конечно же, когда ему предлагают участвовать в почве, да еще стать знаменосцем, получается такая возможность. Это для него была Первая мировая война. 1923 год. НСДРП совершает попытку государственного переворота, вошедшую в историю как мюнхенский пивной пуч. Генрих идет со знаменем в колонне нацистов и попадает под обстрел. Но остается невредимым. В этом же году Гиммлер вступает в нацистскую партию. Когда в детстве у человека есть жесткая, большая фигура, да, то есть отца, допустим, который контролирует, который все знает, который оценивает и который решает, как жить, это часто вызывает потом потребность в такой фигуре и во взрослом состоянии. И вот поэтому он выбирает себе в кумиры Гитлера, да, должен быть человек, с которым ты себя все время сравниваешь, сличаешь, к которому стремишься и не можешь достать. С дождя некоторое время знаменитый пивной Хофбройкеллер. На собрании национал-социалистов появился юноша лет 20-ти, с головой на цыплячьей шейке и крысиной мордочкой с усиками. Его привел Гесс. В какой-то момент юнец, как фокусник, выдернул из рукава красное полотнище с белым кругом, внутри которого располагалась черная свадьбика. Фюреру штурмовиков Эрнсту Рэму очень понравилось знамя, но Гиммлер объявил, что это личный штандарт фюрера. Ситуация мгновенно накалилась. Гиммлер, как фокусник из рукава, вытаскивает какую-то трехугольную тряпку, черную, с черепом и костями. И говорит, что вот это великолепное красное полотнище предназначено как лепштандарт Адольфа Гитлера. Кстати, слово фюрер тогда еще не произносилось. А вот это вот треугольное с черепом и костями, это вот товарищу Рэму для его боевых формирований. Можете себе представить, значит, что делает Рэм в этой ситуации. У нас нет свидетельств о том, что был некая члена вредительства. Гесс вспоминает, что Рэм взял Гиммлера за шиворот и выкинул его за дверь. Однако Гиммлер невозмутимо дождался за дверью окончания собрания. Когда нацисты покидали пивную, Адольф Гитлер похлопал его по плечу. Гесс кивнул на Гиммлера, сказал, «Клянусь моей верностью, Адольф, у тебя будет претерианская гвардия». И руководителем этой гвардии очень скоро стал предприимчивый юнец с крысиной мордочкой, который придумал личный лейпштандарт Гитлера. Назначение 28-летнего Гиммлера на должность главы СС, то есть личного отряда охраны фюрера, руководители штурмовиков ССА встретили шутками. Ведь до этого исполнительный Генрих был вечным секретарем и заместителем у партийных боссов. В принципе, пост рейс-фюрера СС не очень значительный. 200 человек, раздрослых по всей Германии, которые охраняют фюрера во время его пребывания в различных городах, в полной зависимости от руководства ССА, несамостоятельная личность в данном случае, когда он назначен рейс-фюрером ССА. Рассказывают, что обычно мрачный Рудольф Гесс, узнав о его назначении, хлопал себя поляшком, задыхаясь в приступе смеха. Как показала история, смеялся он совершенно напрасно. Прежде всего, Гиммлер укрепил дисциплину в своем маленьком боссе, очистил его от пьяниц и уголовников. Вместо вечеринок пивных – военная подготовка. Во-вторых, он переодел СС. Раньше эсэсовцы носили такие же коричневые рубашки, как и штурмовики, только галстук и кепи у них были черные. Теперь у СС новая элегантная форма. Черный китель и бриджи, черная фуражка с изображением мертвой головы. И главное – Гиммлер усложнил прием члены СС. Эсэсовцем мог стать только молодой человек от 25 до 35 лет. Естественно, белокурый. Кандидат должен был обладать высоким ростом и пропорциональной фигурой. За этим следил сам Рейхсфюрер. Но прежде всего, следовало доказать арийское происхождение своих предков, начиная с 1650 года. Будущему эсэсовцу предстояло пройти многоступенчатое испытание, которое заканчивалось принятием присяги на верность Адольфу Гитлеру. Обычно церемонию приурочивали ко дню рождения фюрера – 20 апреля. Генрих Гиммлер хотел сделать СС ядром арийской нации. Он убедил Гитлера в том, что эсэсовцы должны обладать большими правами, чем остальные немцы. Эсэсовцы не проходили военные службы, не могли быть судимы обычным гражданским судом. Им были разрешены дуэли. Обесчестивший себя преступлением эсэсовец даже имел право покончить жизнь самоубийством. Но на это требовалось разрешение начальства. СС стала новой немецкой аристократией. Туда стремились попасть молодые люди буржуазной среды и знатных германских фамилий. Далеко не все и не сразу поняли, что Генрих Гиммлер создает не просто охранное формирование, а тайный орден, наподобие средневековых рыцарских орденов. О принадлежности к ордену говорили и все атрибуты СС. Каждый эсэсовец носил специально изготовленный кинжал. На лезвии был выгравирован девиз эсэс. Моя честь, моя верность. Особо отличившимся вручали кольцо мертвой головы. Массивный кусок серебра в виде венка дубовых листьев. Человеческий череп символизировал преданность до смерти. А эмблемой эсэс стали две стилизованные буквы, образованные сдвоенным руническим знаком ЗИК. Символом власти, энергии, победы. Изучение рун являлось обязательным для всех офицеров эсэс. Зона РАД. Солнечное колесо или солнечная свастика. Символ огня арийских матов. Руна Тир. Символ воинской доблести. Надгробный знак в виде этой руны устанавливался на могилах эсэсовцев вместо христианского креста. Руна Хакентройц. Или прямоугольная свастика. Главный знак нацистов. Символизирует возрождение и бесконечность существования. Гиммлер предполагал заменить свастикой все кресты на католических соборах. Великий магистр Гиммлер создал в своем ордене атмосферу таинственности. Существовало несколько кругов, посвященных. Ближайший круг к магистру состоял из 12 обергруппенфюреров эсэс. Под номером 5 значился некий Вайстон. Это был псевдоним. На самом деле этого человека звали Карл Мария Виллигуд. И он был духовным наставником Гиммлера. Он был человек из древнего рода. И описываются случаи, когда на Восточном фронте, еще в Первую мировую войну, прибыл поставленный кардинал римской Кури, будущий папа римский. И вот ему представляли офицеров. В частности, подвели вот этого капитана Виллигуд. Он назвал свою фамилию, и тот воскликнул по-итальянски. Фамилия Малитетта. Проклятая фамилия. Все были ошарашены. Действительно, существовало специальное, еще со средних веков, папское проклятие этого рода. По преданию, род Виллигудов хранил у себя древние рунические рукописи, где содержались описания магических ритуалов. В частности, тех, которые способны повести за вождем народ. В СС Виллигуд был главным специалистом по тайным обрядам и расшифровке рун. Виллигуда посещали такие трансовые состояния одержимости, можно сказать. И он рассказывал, что в этом специфическом состоянии транса он способен видеть события многовекового прошлого. Что он способен в своей памяти, что его душа соприкасается с душой рода, с душой древних германцев, что он видит воочию те ритуалы, те воинские подвиги, которые прославили германцев еще в древние-древние языческие времена. Это все потрясало воображение Гиммлера. На западе Германии есть, как считают, магический треугольник. Его образуют скалы Экстерштайна, где находились языческие светилища огня. Тевтобургский лес, где по преданию в начале новой эры германцы разгромили три римских легиона. Замыкает этот треугольник в виде копья, обращенного на восток, замок Вевельсбург. По преданию волхвов, здесь германские воины остановят предыдущее нашествие Орг с востока. Гиммлер решил сделать Вевельсбург орденским замком СС. Проект разрабатывал Великунг. Вевельсбург – интересное место, там стоит побывать. Там можно увидеть этот зал, увидеть этот стол, за которым он мечтал заседать, как король Артур, собирать своих рыцарей. Можно видеть огромный зал, где должны были быть урны с прахом иерархов СС. Все это можно увидеть. И можно почувствовать эту атмосферу. На самом деле для нормального человека она страшная. Насколько я знаю, в Вевельсбурге очень сильно снижается температура тела. У одного моего приятеля 35,7. Ему сказали об этом, он сделал такие замеры, убедился в этом, что называется на собственной школе. В величественной северной башне замка Вевельсбург располагался центр оккультного святилища. Здесь Гиммлер распорядился соорудить склеп, храм во славу почивших вождей СС. Непосредственно над склепом находился зал вождей СС, где, подобно легендарному королю Артуру, он собирал за круглым столом своих приближенных. 12 самых благородных и отважных рыцарей СС. Это было место, куда не ступала нога Гитлера, Геринга, Геббельса. Это была его епархия, его вводщина. В Вевельсбурге между магическими церемониями и сеансами медитации решались судьбы целых народов. В марте 41-го года там прошло совещание высших, посвященных СС. Вот именно там было решено, что война на Востоке грядет, и на Восточном фронте должно быть уничтожено не менее 30 миллионов славян. И перед самым началом, уже перед самым вторжением на территорию Советского Союза также там происходило очень важное совещание. Главное, что фюрер получил в лице СС боеспособное, лично преданное ему формирование. А еще Гитлеру был нужен противовес полубандитским отрядам штурмовиков ССА. Именно ССовцы сыграли решающую роль в расправе с их руководством. В так называемую «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года погибло несколько сотен командиров штурмовиков. Тех, что когда-то насмехались над Генрихом Гиммлером. В том числе и начальник штаба СА Эрнстрем. В 1933 году СС получила в свои руки управление концентрационными лагерями. В 1936 году Гиммлер возглавил государственную тайную полицию в гестапо. Численность СС выросла до нескольких сотен тысяч человек. Орден магистра Гиммлера постепенно стал государством в государстве. Он считал своими друзьями все СС. Это люди его круга, это как бы наш орден. И отношения в ордене, как в рыцарском ордене, братские. Он старался это сделать, из-за этого он мог поздравить любого рядового ФНСС с его днем рождения. Он мог встретиться с вдовой погибшего рядового. И действительно, если она о чем-нибудь попросила выполнить эту просьбу, он считал это обязанным. Это моя семья. Как говорили современники, немецкий фашизм – это не что иное, как биологический мистицизм. В голове Гиммлера, как и других нацистских вождей, странным образом уживались древние мифы и последние научные достижения в области естествознания. Особенно его увлекала теория Чарльза Дарвина, теория борьбы за существование, теория естественного и искусственного отбора. Выживать должен сильнейший. Сильнейшие – это арийцы. Все ясно. Эсэсовец, какие-то солдаты вермахта, ходят по музею, где, видимо, раздел, посвященный дарвинизму. И внимательно рассматривают спеллет огромного динозавра. Ну, логика была такова, что динозавры вымерли, потом все более и более организованные существа нарождались, появился человек. Но человек тоже ведь не конец всего. А конечным с результатом будет кто? Эсэсовец. Новую нацию с чисто нордической кровью Гиммлер собирался выводить, как породистых лошадей. Каждый эсэсовец должен был получить разрешение на свадьбу. Жениться члены эсэс смогли только на образцовых арийских женах, естественно, голубоглазых блондинках. Гиммлер разработал инструкции, согласно которым женщины должны были иметь нордические черты лица, хорошо знать историю, владеть иностранными языками, уметь ездить на лошади, плавать, управлять автомобилем, стрелять из пистолета. Кроме того, они обязаны были образцово вести домашнее хозяйство и уметь готовить. После соответствующего экзамена кандидатка в жены члена эсэс получала диплом. Если мы нацеливаемся на выведение какой-то породы, то никаких в этом отношении проблем с человеком нет. Подбирайте брачных партнеров, известно наследование тех или иных признаков и делайте, что вы желаете. Здесь можно. Высоких, низких, толстых, тонких, голубоглазых, темноглазых. А вот с умом здесь сложно. Ум контролируется очень многими генами. То есть здесь и морфологические, и функциональные особенности мозга – это огромные палитры генов, которые перекомбинируются при каждом рождении. Программа «Лебенсборн» – источник жизни, поощряющее рождение и обустройство безукоризненно арийских детей, предусматривала создание условий, при которых девушки вступали в сношение с эсэсовцами. Доктрина провозглашала, что незаконно рожденный младенец не без чести, если мать соответствует генетическому стандарту. Между 1935 и 1945 годами родилось 11 тысяч таких детей. Обряд крещения младенцев проходил под портретом Адольфа Гитлера. Ребенок был завернут в шерстяное покрывало, украшенное дубовыми листьями, рунами и свастиками. Гиммлер разрабатывал для эсэс новую мораль и новые обряды. Свадебные церемонии проходили у нового нацистского алтаря. Хоронили эсэсовцев тоже не под крестами, а под руническими знаками. Гиммлер называл христианство идеологической диверсией семитской расы против нордической. В одном из выступлений он объявил себя верующим и одновременно проклял христианство. Христианство – это чума, это моровая язва мировой цивилизации должно быть уничтожено. Если это не удастся сделать нашему поколению, значит не удастся сделать уже никому. В 1937 году в Нюрнберге проходил очередной съезд на СДРП, победивший партии. Десятки тысяч людей собрались на поле Цапелин, где состоялась торжественная ночная церемония, больше напоминавшая культовый ритуал. Когда появился Адольф Гитлер, зарплись 150 прожекторов, устремленных в небо, образуя храм света. Это языческий храм. Люди рыдали, оглушенные величием этого зрелища. А высоко в ночном небе метались сотни птиц, ослепленных ярким светом прожекторов. Покрясения, которые испытали участники Нюрнбергского действа, трудно объяснить одними только постановочными эффектами нацистов. Здесь действовали силы посерьезнее. В открылом СС работал институт Анненербе, наследие предков. Помимо археологии и этнографии, Анненербе занималась и вещами загадочными. Так Гиммлер санкционировал специальную экспедицию Анненербе на Тибет. Офицеры СС оказались единственными, кто смог пробраться в этот закрытый район Гималаев. Этнография была только прикрытием. ССовцы искали тайные знания, которыми обладают потомки ариев, тибетские монахи. В частности, способы воздействия на большие массы людей. И эта информация, по некоторым сведениям, была немцами получена и применялась на практике. Специалисты Анненербе в конце 30-х начали поиск святого Грааля, легендарной чаши света, дававшей власть над миром. Она, по преданию, стояла на круглом столе короля Артура. Поиски велись в замки секты катаров в Пиренеях. Говорили, что чашу Грааля эсэсовские ученые нашли. В конце 30-х многотысячный черный орден СС оплел своей паутиной всю страну, проник в государственный аппарат, практически во все сферы жизни. А после начала войны при упоминании СС трепетали уже не только жители Германии, но и население почти всей Европы. И это сделал невзрачный человечек в Пинснеи, вечно смущенной улыбкой на губах, который верил в переселение души. Адольф Гитлер в своем подчинении создавал различных фюреров помельче. И каждый из этих фюреров получал определенное направление деятельности. Причем направление не конкретное, а направление очень размытое. И компетенции всех подчиненных ему фюреров между собой пересекались. То есть одним и тем же занималось несколько ведомств в той или иной степени. И соответственно, то ведомство, тот человек, тот фюрер, подчиненный высшему фюреру, который действовал наиболее эффективно, получал одобрение Гитлера, и его компетенция расширялась. Гиммлер хороший исполнитель, очень хороший исполнитель, создавший эффективно действующую, небольшую сначала, но эффективно действующую и фанатично преданную своему фюреру организацию. Он смог эффективно решать те вопросы, которые перед ним ставили. Соответственно, Гитлер, видя энергичную, энергичного фюрера, подчиненного ему, видя, как тот работает успешно и энергично, расширял его. Околом войны Гитлер возложил на рейхсфюрера СС обязанность по поддержанию порядка на восточных территориях. Порядок наводили специальные айнзацкоманды СС методом массовых расстрелов. В 1941 году в Минске великий магистр Гиммлер сам решил присутствовать при этой церемонии. Причем казнить в этот день должны были и мужчин, и женщин. Видимо, подошел достаточно близко, и часть мозга человеческого брызнула ему на шинель. Он позеленел, побледнел, его взяли под руки, отвели в сторону. Он постепенно справился с собой, и после этого еще толкнул речь перед этой расстрельной командой, что действительно очень тяжелая и неприятная работа, что надо соответствовать задачам рейха и так далее, и тому подобное. Сентиментальный Гиммлер сделал выводы после этого эпизода. Чтобы не травмировать психику немецких солдат, вынужденных расстреливать женщин и детей, он велел разработать обезличенный механизм для убийства – газовые камеры. Он был педантичен, он был лично честен, он был трудоголиком. И те преступные деяния, которые были им совершены, были обусловлены именно тем, что он очень четко, очень педантично, 48 часов в сутки выполнял то, что от него требуется. Окажись, он на другом месте, то есть ему прикажут расстреливать людей, он их расстреливает. Ему бы приказали кормить этих людей черной и кровью, он бы их кормил точно так же. В 1942 году Гитлер на одном из совещаний потребовал от подчиненных окончательного решения еврейского вопроса. Иными словами, полного уничтожения этого народа. Гиммлер вышел с совещания потрясенным. Во всяком случае, так он сам потом говорил. Действительно, в начале войны евреев из Германии нацисты хотели только выселить. Фантазии Гиммлера и его подчиненных в этом деле не было предела. Был выработан план, причем разработан он был. Ну, так сказать, довольно серьезно, то есть не просто в качестве идеи, что всех евреев в Германии нужно поставить на пароход и вывезти на Мадагаскар. Который был французским владением, но учитывая, что как раз вот Франция побеждена, то французской власти ведь не будут против. И создать там соответствующее еврейское государство. Однако океанские коммуникации были под контролем союзников. И провести караваны судов на далекий остров немцы бы не смогли. Тогда Гиммлер придумал другой план. Для того, чтобы очистить Германию от евреев, нужно создать всеобщее еврейское государство в Польше. Кусок Польши должен быть освобожден от поляков, и от поляков тоже. И там будут жить евреи. Это вызвало дикое возмущение, естественно, генерал-губернатора Польши Франка, который пришел к Гитлеру и доложил, что что творится. Я, так сказать, должен немцами заселять Польшу, а мне тут хотят отвезти всех евреев в Германию. И этот вариант закрыли. И после этого начали работать лагеря смерти. Но в тот момент, когда война на Восточной фронте была в самом разгаре, и ее исход предсказать было еще невозможно, произошло невероятное. Рейхсфюрер СС Генри Гиммлер начал спасать евреев. Разгадка заключается в том, что на магистра Черного Ордена воздействовал белый маг. Гиммлер страдал сильными желудочными коликами. Во время приступов чувствительный физический боли Рейхсфюрер буквально терял разум. Традиционная медицина не могла ему помочь. Но в 1939 году он узнал об одном удивительном массажисте. Феликс Херстен, медик-экстрасенс, учился у китайского мануального терапевта, получил медицинские знания в Хибете, называл себя белым матом. Херстен единственный, кто смог облегчить страдания Гиммлера. И постепенно Рейхсфюрер СС уже не мог обходиться без своего массажиста. Херстен воспользовался доверительными отношениями с Гиммлером. Когда он находился под действием магических рук, массажист просил его помиловать людей, обреченных на гибель. Антифашистов, священнослужителей, военнопленных, евреев. Однажды целый эшелон евреев-смертников, шедших в Майданок, Херстен именем Гиммлера направил к швейцарской границе, где людей отпустили. Согласно послевоенным подсчетам, Херстен спас не менее 63 тысяч человек. Гиммлер сам сказал однажды, Херстен своим массажем спасает человеческие жизни. Одна жизнь на каждый его пас. Летом 1944 года Химмлер становится наиболее могущественным человеком Третьего Рейха. Это произошло 20 июля после очередного неудачного покушения на Гитлера и попытки государственного переворота, совершенного группой высших офицеров Вермахта. Эсэсовцы быстро подавили восстание, и благодарный фюрер передал в руки Гиммлера огромную власть. В конце 1944-го он совмещает посты министра внутренних дел, министра здравоохранения, высшего руководителя разведки, всех полицейских и спецслужб. А в качестве командующего войсками СС Гиммлер располагал настоящей армией, включавшей 38 дивизий. Однако есть сведения, что Рейхсфюрер РСС заранее было известно о готовящемся покушении. Но Гиммлер не предпринял ничего, чтобы его остановить. Хотел чужими руками получить верховную власть, а может быть просто знал то, чего не знали другие. За несколько месяцев до покушения в замке Вебельсбург появился знаменитый немецкий астролог Вильгельм Гульф. Гиммлер вытащил его из тюремной камеры. Официально в Германии звездочетов не жаловали. Они могли подорвать моральный дух нации. Однако каждый из нацистских бонз втайне продолжал пользоваться их услугами. А Гиммлер больше других. Из предсказаний Вильгельма Гульфа Гиммлер узнал, что фюрер переживет смертельную опасность 20 июля 1944 года. Потом болезнь в ноябре и умрет таинственной смертью незадолго до 7 мая 1945 года. Гульф составил гороскопы для самого Гиммлера. Естественно, звезды сулили ему спорое и невиданное возвышение. Судя по дате рождения, я могу сказать о нем следующее. Это человек, который пришел на Землю выполнить определенную задачу. И это ему свыше было разрешено. Этот человек, возможно, нес какую-то непопулярную идею. Идея, которая была, по сути, своей ложной. Но, тем не менее, согласно того, что я вижу здесь на экране, наличие этих аспектов показывает, что человек, скорее всего, эту задачу в жизнь воплотил. И, несмотря ни на что, то, что ему пришлось воплотить в жизнь, ему, что называется, могло сойти с рук. 1920 год. Странный, трудно объясненный случай произошел тогда со студентом университета, юношей из строгой католической семьи Генрихом Гиммлером. Он сожительствует с проституткой Фридой Вагнер, которая старше его на семье. И фактически живет за ее счет. Однажды подругу Гиммлера находят мертвой. Он арестован по подозрению в убийстве, но Генрих умело защищается на суде и его оправдывают за недостатком улик. В то же время в его дневнике появляется запись. «У меня конфликт с религией, но я всегда буду молиться Богу». Вот только какому божеству собирался молиться Гиммлер? Темные силы не будут помогать человеку просто так. Они потребуют оплаты или жертвы. Не стала ли несчастная проститутка Сахерштрасса его первой жертвой, за которой потом последуют миллионы и миллионы? Война – это всегда для кого-то захват территорий, для кого-то оборона своей родины, а для жрецов война – это кровь, война – это жертвоприношение. Общение с миром духов, а это вообще не чужды были руководители Третьего рейха. Это, конечно, вещь страшная. И мы не можем, конечно, забывать и последнего затопления берлинского метро Гитлером. 200 тысяч берлинцев, которые спасались там, гражданское население, женщины, дети погибли там. Это была последняя жертва, страшная жертва Гитлера. Уверенность в своем гороскопе не покинула Гиммлера, даже когда советские войска вступали в Герлинг. Как свидетельствует его личный врач Гепхарт, Рейхсфюрер тогда впервые в жизни радостно улыбнулся. «Без меня у Европы нет будущего. Без меня Европа расколется на два лагеря – цивилизованный и большевистский. Без меня придется искать мне замену». Но потусторонние силы, к которым так часто прибегал Генрих Гиммлер, посмеялись над ним. И его покровитель, король Генрих Птицелов, не явил чуда и не пришел к нему на помощь. Гиммлеру предстояла иная встреча. И встреча весьма символичная. История сложилась так, что тот человек, который устраивал концентрационные лагеря, который организовывал службу безопасности, благодаря которому в том числе сложилась вот эта вся система угнетения, в конце концов, уже на завершающем этапе Второй мировой войны и после окончания войны в Европе, был взят, схвачен никем иным, как советскими репатриантами, то есть бывшими военнопленными, которые еще в 41-м году оказались в немецком плену. Двое русских солдат Иван Сидоров и Василий Губарев, попавшие в плен в 41-м и освобожденные англичанами в 45-м году, в ожидании отправки в СССР записались добровольцами в комендантскую руку. 21 мая 1945-го, патрулируя окрестности деревни Мейнстадт в северной Германии, они заметили трех подозрительных мужчин, которые хотели скрыться в лесу. Беглецов задержали. Они привели их к английскому капралу, сказали, что вот были задержаны немцы, но английский капрал осмотрел их, посмотрел, что на них грязная одежда, то, что они выглядят больными, и действительно немцы сказали, что вот мы болеем, идем, собственно говоря, в госпиталь. И англичане решили на самом деле их отпустить, но в этот момент Губарев и Сидоров привели выдержку и сказали, что нет, мы не можем, они какие-то подозрительные, их необходимо арестовать и отвезти непосредственно в караульную часть и внимательно образом осмотреть и допросить. Выяснилось, что один из задержанных, Генрих Гиммлер, свершилась высшая справедливость. Нить судьбы главного эсэсовца в последние часы его жизни оказалась в руках двух русских солдат. Во время допроса в штабе 2-й британской армии Гиммлер потребовал встречи с маршалом Монгонери. Он воплощал свою фантазию, он воплощал свою идею. Он рассчитывал, что его встретят, отвезут к Монгонери и там его будут рассматривать как партнера по переговорам. И тут он увидел, что полковник Мерфи никак не отреагировал, никакого пиетета перед ним не испытал, а наоборот потребовал его обыскать, раздеться и так далее. Он сразу покончил с собой, потому что это был крах. Во время медицинского осмотра врач заметил во рту рейсфюрера капсулу с ядом. Но сделать ничего не успел, тот сильно сжал челюсти. Все попытки вызвать у Гиммлера рвоту и вернуть его к жизни закончились ничем. В 11 часов 4 минуты 23 мая 1945 года великого магистра черного ордена СС не стало. Военные историки знают, что по всем объективным факторам, а тут и количество боеспособных войск и превосходство в современной технике и тактике, Германия ту войну должна была выиграть. Но на просторах России ее сломила в первую очередь не материальная, а духовная сила. Конечно же, вот этот Третий Рейх натолкнулся не на приодетый кумачом атеизм, на который он рассчитывал здесь натолкнуться. Третий Рейх здесь натолкнулся на незримый Третий Рим, на ту незримую духовную реальность, которая здесь существовала и существует невидимая для многих до сих пор. В мае 1945 года труп Гиммлера был кремирован, а его прах развеян по Винову. Таинственный черный магистр исчез. Но дух Генриха Гиммлера периодически является на землю. Говорят, что в полнолуние призрак черного магистра можно увидеть в мистических коридорах замка Вебельсборг. Может быть, он ждет, что люди, в очередной раз потерявшие Бога, снова захотят встать под черные знамена СС. Что таинственное предсказание короля Птицелова сбудется, и тень Гиммлера обретет себя воплоти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok